Равна единице во всех случаях, кроме одного, когда все А, В, С равны нулю. Не то. Не как это 3А не бывает в лодике. А, И, В, И, С это мы уже записали. Надо чуть-чуть изменить. А, И, В, А, И, С. А, И, А, В, И, С. Не то. Все легче. А, И, В, И, С. А, И, В, И, С. Вот давайте все попытаемся понять, почему это так. Пожалуйста, посмотрите на картинку и поймите, что это очевидно. Что такое А, И, В, И, С? Потому что означает, что хотя бы одна единичка за все есть. Правильно? Если все нули, то будет ноль. А вот если хотя бы одна единичка есть, то будет единичка. Значит, такую вот хитрую штуку, L1, L2, L3, соединенные между собой знаками или, то есть дизюнкцией, мы записать сумме. Но это все при встрече. Только, ребята, даже если мы сумеем при помощи отрицания, как-то, я не знаю как, но как-то, получить отдельно L1, отдельно L2 и отдельно L0, то у нас уже на это уйдут три отрицания. Да, понимаете? Просто в штуках. L4 штуки. Мы сумели L3 записать, замечательно. А вот другие, L0, L1, L2, мы не сумели еще записать. Их три штуки, это ужасно. Так вот, гениальная идея. Идея правильная, замечательная совершенно. Я воспользуюсь тем, что... Я сейчас напишу эту формулу, это будет даже смешно, но именно она здесь все решает. Я воспользуюсь тем, что когда берешь L0, объединяешь с L1, это или, это знак или. И пересекаешь с L0 и L2, то получается L0 вообще. Посмотрите по слоям. Давайте я картинку нарисую. Вот здесь вверху у нас третий слой, под ним второй, под ним первый, под ним нулевой. Что я сейчас нарисовал? L0 или L2, это что такое? Это вот это. Что здесь нарисовано? L0 или L1. L0 это вот это, L1 это вот это. Миллиона только два одинаковых в двух слов. Значит, и это, и это равно L0. Да? Да. А вот теперь задание. Надо судить. Сначала при помощи одного отрицания получить одну из этих скобок, а потом, пользуясь уже полученной скобкой, еще одним отрицанием, получить вторую скобку. А после этого суметь получить L0, L1, L2. В общем, ребята, ключ к тому, что обойти с двумя отрицаниями, состоит вот в этой, на самом деле, простой форме. Что если вы берете множество, состоящее из нуля и единицы, и пересекаете его с множеством, состоящим из нуля и двойки, то пересечение состоит в точности из нуля. Теперь вопрос, можно ли при помощи одного отрицания легко получить какую-нибудь из этих двух скобок? Не A, B, C. Вы близки к правде, но не понимаю вас. Но L0 это не A, не B, не C. Вы сейчас еще не поняли определение, L0 это булева функция. Слово функции, вы знаете для начала? Или нет? Ребята, это очень потрясающая штука. Человек пришел на кружок, и мы здесь рассказываем интересные вещи, и все замечательно, а он при этом не знает, что такое функция. Леса еще совершенно дозорно. Разумеется, заниматься математикой не знать слово функции, потому что нельзя. Смотрите, функция – это какое-то правило, какой-то закон, который по некоторым объектам строит другие объекты. Например, можно взять, поставить весы, и все мы по одному разу на эти весы встанем и запишем, сколько килограммов кто весит. Вот это функция – масса тела. Можно взять, например, поставить в линейку «Измерить высадки роста». Можно, что еще можно сделать? Взятие каждого из нас заставить написать номер телефона. Тоже функция – номер телефона, который вы чаще всего используете. Можно попросить каждого из вас сказать «как Маузел?» Замечательная функция, имя Маузел. И так далее, и так далее. Функций огромное количество. Когда у вас есть какое-то правило, которое вычисляет значение по объекту. Давайте я еще раз повторяю, о чем мы вообще сегодня говорим. У нас были три провода – А, В, С. Мы пытаемся сконструировать электрическую схему, которая выдаст все возможные полеуслуки. Я уже вам объяснял, что такое пулевая функция в самом начале занятия. Когда у вас есть ее, всевозможные вот эти вот точки. Их восемь штук всего этих точек, вершины куба я там нарисовал. И на каждой из этих точек функция принимает какое-то значение. Функции L я просто все четыре выписал. Функции A, B, C – это вот эти вот столкции. Что такое конъюнция? Безюнция объяснил. Что такое отрицание? Считайте, что все и так знают. Отрицание 0 – это единица. Отрицание 1 – это 0. И вот теперь все-таки сконструируйте, пожалуйста. Ладно, давайте признаюсь, что лучше всего. L0 или L1. При помощи одного отрицания. Да. Л… Не. А вы видите? Молодец. Молодец. L0 или L1 делается, конечно, вот так. Пиши. L0 или L1 – это, господа, отрицание для других двух слоев. Отрицание для L2 или L3. Будьте добры записать себе в тетрадь эту форму и понять, что это очевидно. То, что точка не лежит в нижнем двух слоях, это в точности означает, что она лежит в верхнем слое. И наоборот. Если мы знаем, что некоторая точка не лежит ни во втором, ни в третьем слое, то это на самом деле означает, что она должна лежать в любом или в первом. Отлично. А теперь что такое L2 или L3? Потому что вообще-то совершенно непонятно, что здесь написано. L2 или L3. Это вот что такое. Не меньше, чем L2. 2 единицы. Это на самом деле, это A и B или A и C или B и C. Так, здесь не очень хорошо получилось. Давайте я запишу это вот здесь вот на доске, потому что это абсолютно важно. Пожалуйста, вдумайтесь в это. L2 или L3. То есть, минимум две единички. Это значит следующее, что или на местах A и B, то есть на первых двух местах единички, или на первом и третьем месте единички, или на втором и третьем месте единички. Ну или, если на всех трех единички, тогда все эти штуки единицы и другую тоже единички. То есть, это через A, B, C выражается. А если это выражается через A, B, C, то при помощи одного отрицания, вот оно одно отрицание. Ребята, их всего два, поэтому это очень важно. При помощи одного отрицания я сумел выразить функцию L0 или L1. Сейчас, пока я не там дальше продвинулся, срочно расскажите, как через R функцию выразить L1. Я здесь записываю все по этапам. Первый этап – это понятно, да, первая строчка. L3 – выразил. Второй этап – L2 или L3. Выразил, правильно? Третий этап – L1 или L2 или L3. Выразил. Замечательно, все легко. Четвертый этап – L0 или L1. А вот пятый этап – я хочу, чтобы было написано L1. Причем только L0. Правильно? Третий этап – L0 или L1. А также… Ребята, а также вот это. А также вот это. Ну, хотите я напишу L1 или L2 или L3? Давайте я рискот напишу. А или В или С. Чтобы получить L0. Достаточно сказать, что точка лежит не выше первого слоя и при этом лежит не ниже первого.